Друзья, всех приветствую! На торговой сессии понедельника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые оказывают влияние на динамику финансовых активов. Сегодня в 17.00 по московскому времени традиционный для понедельника вебинар «Правильный понедельник», где мы разбираем основные тенденции фундаментального характера и в целом крупными мазками говорим о том, что происходит на финансовых рынках. Если у вас есть возможность подключайтесь сегодня к прямому эфиру. Также будет опция, скажем так, задать вопрос, если вас что-то конкретное интересует, например, по вашей торговой активности, вы не знаете как быть, либо вам нужна рекомендация по инструменту, который не попадает в мои ежедневные брифинги. Ну что ж, мы продолжаем наблюдать с динамикой доллара. Очень большая ставка делалась на нон-фармы, но, к сожалению, статистика по состоянию американского рынка труда оказала неоднозначное влияние на доллар и, самое главное, не раскачала поведение американца, в результате чего индекс доллара так и остался дрейфовать чуть ниже 93 пунктов. Очень много было ранее сказано про перспективы доллара. Я подготовил для вас отдельный ролик, который доступен в нашем канале о маркетсе в секции пульс рынка. Также мы с нашими партнерами Артемом Звездиным и Владимиром Пересад обсуждали доллар на перспективу ближайших месяцев, обрисовали тенденции, причины, из-за которых доллар находится на текущих значениях. В общем, друзья, про доллар очень много было сказано за последние несколько недель. Если американская валюта вас прям очень сильно интересует, не поленитесь, ознакомьтесь с этим контентом и вы точно поймете и будете знать, как действовать по доллару дальше. Ну, по крайней мере, с точки зрения фундамента, уж точно, потому что после совсем недавнего решения Федрезерва пересмотреть свое отношение к инфляции, мы пришли с вами к единственно верному выводу, который только можно было сделать относительно того, что монетарная политика Федрезерва останется исключительно стимулирующей, поэтому, не имея возможности перейти к вектору ужесточения режима, американский рынок долго останется лежать на дне в плане доходности американских облигаций. Отсюда и ставка на дальнейшее снижение индекса американской валюты. И, в принципе, индекс доллара действительно остается на многолетних, многомесячных минимумах ниже 93 пунктов. Данные по Non-Farm Perils, общее количество новых рабочих мест, которые были созданы вне сельскохозяйственного сектора, составило в прошлом месяце 1,371,000. Прогноз был чуть повыше, 1,4,000. При этом уровень безработицы снизился с 10,2% до 8,4%. Реакция, друзья, вы сами прекрасно видели. Сначала индекс доллара резко вырос, потом ослабый. В принципе, ниже 93 пунктов мы продолжаем оставаться. На этой неделе статистики будет не так уж и много, но мы все-таки ждем, опять же, словесные выпады властей США относительно того, как они дальше будут действовать в плане новых мер экономической поддержки. Вот это вот злополучное ожидание прорывного решения от Конгресса по новому пакету фискальных стимулов я думаю, что станет в итоге следующим мощным триггером для динамики доллара. В пятницу еще выйдут данные по инфляции. Если уж ФРС увидел риск инфляционного давления, то, пожалуй, подтверждение этого риска в виде статистики, хотя, наверное, еще рановато закладываться под рост инфляции, исходя из последних отчетов. Но все-таки, друзья, если индекс потребительских цен прибавит, это будет еще одним доказательством того, что доллар, в принципе, остается фундаментально уязвимым инструментом. Пару слов про рынок нефти. 42.18 мы снижаемся. Друзья, я по-прежнему вне рынка, но уже руки чешутся. Хочется продать, потому что, как вы знаете, я столько раз пытался зашарстить нефтянку, но, к сожалению, рынок вот разворачивался. Почему черное золото бренда WTI сейчас снижается? Довольно неоднозначная динамика нефти с учетом того, что на прошлой неделе, как вы помните, данные по запасам показали резкое снижение. Собственно, так же, как и объем нефтедобычи сократился. На этом мы просели. Я связываю, во-первых, снижение нефти с той динамикой, которую мы в итоге наблюдаем по доллару, потому что вряд ли это совпадение. Как только индекс доллара начал расти, нефть пошла вниз. Здесь причинно-следственная связь понятна. Цены на черное золото номинированы в американской валюте, поэтому, как только меняется курс доллара, разумеется, из-за этих изменений нефть становится либо более доступным активом сырьевого рынка, либо менее доступным для инвесторов, работающих с иностранными валютами. Также Bloomberg ближе к концу прошлой недели сообщил о том, что Ирак фактически обратился к странам ОПЕК с просьбой отсрочить исполнение для них обязательств по сокращению объема нефтедобычи. Опять же, это связано с не самым лучшим экономическим положением Ирака. Я предупреждал то, что многие страны, скорее всего, не станут исполнять в полном объеме. За некоторыми исключениями мы увидим даже не только факт соблюдения сделки остается под сомнение, но и, в принципе, то, что они ранее недосократили и обязаны были как бы наверстать и компенсировать. Тоже и хвосты как бы не почищаются здесь. Поэтому, друзья, я считаю, что при таком новостном фоне, который складывается на рынке нефти сейчас, не так уж и очевидны вот эти фундаментальные предпосылки, из-за которых нефть можно было бы сейчас активно продавать. Поэтому давайте немножко еще подождем, посмотрим, как ситуация будет развиваться на рынке углеводородов. Вот в начале этой недели, если все-таки трейдеры, медведи смогут сохранить инициативу в своих руках, то тогда уже будем думать, как действовать дальше. Снижение цен на нефть это причина ослабления курса рубля. Доллар-рубль 75.34. Я думаю, что при том новостном фоне, который сложился и вокруг нефти, вокруг геополитического фона, в том числе и в ситуации с Навальным. Опять же, это новые потенциальные санкции против российской экономики. Это тоже негатив, который уже проверенный временем, опытом. Мы знаем, как рубль болезненно реагирует на любые выпады Запада, связанные с дополнительными экономическими рестрикциями. Поэтому 77 и движение выше, друзья, это перспектива ближайшего времени. То же самое можно сказать и про евро-рубль. Здесь мы и так уже на серьезных уровнях, выше 89. Я думаю, что закрепление выше 90 рублей за евро, это, возможно, даже динамика ближайших торговых сессий. Евро против доллара 1.08.32. Очень важно на этой неделе будет заседание Европейского Центрального Банка. Причем я больше акцент делаю не на решение по процентным ставкам и, например, по объемам программы количественного смягчения. А на риторику Кристин Лагард, которая, разумеется, будет комментировать экономические перспективы. Ранее, если мы вспомним ее последнее выступление, очень много говорилось про то, что нисходящие риски хоть и сохраняются, но они становятся уже менее очевидными. То есть европейская экономика действительно справляется с последствиями пандемии. И вы помните последние отчеты по активности и производственного сектора и сферы слуха. Это позитивная фундаментальная база, которая может позволить Кристину Лагард отчитаться о очень неплохом, скажем, прошлом месяце. Если эта риторика будет настолько оптимистичной, то сравнивая, опять же, с проблемами в Штатах, европейская валюта может получить триггер для роста на таком фундаменте. Поэтому евро-доллар остается в восходящем ключе в плане ожидания 1.20 и закрепление выше. То есть, в принципе, ничего мы не меняем по ожиданиям, потому что сохраняется позиция и ставка на ослабление доллара. Фунт против американца 1.3232. Также здесь, если вы хотите распыляться сразу на два рисковых инструмента, между которыми корреляция сейчас очень высока, это очень рискованное предприятие. Но здесь также, друзья, нужно держать лонг. Доллар канадец 1.3084. Пока что доллар не перешел к активному снижению. Я думаю, что у нас есть немножко времени поработать со слабой нефтянкой, со слабой статистикой, например, по канадской экономике и тому, что происходит с долларом. То есть, поставив на длинную позицию по доллару канадцу, сейчас котировки 1.3084. Я думаю, что можно в качестве цели взять сопротивление 1.32. И допускают, что прежде чем мы снова развернемся и пойдем ниже отметки 1.30, будет еще поход вот к этому рубежу. Dow Jones 28.102. Друзья, здесь цели прежние. 29.000 и закрепление над этим сопротивлением с перехаем выше 30.000 пунктов. По фондовому рынку, даже несмотря на коррекцию 4% под конец прошлой недели, я связываю это больше с техническими факторами. Поэтому фонда точно развернется. На этом все. Всем удачной, хорошей торговой недели и до скорой встречи. Всем пока!